МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри, 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 чуй его разворачивается. Следственный комитет выясняет обстоятельства жесткой посадки Ан-124 в Новосибирском аэропорту, что заставило пилотов экстренно вернуться в Толмачево. Мы пока сами толком ничего не знаем. У нас полное обслуживание, поймите. Мы работаем в полном режиме. Фудкорты и кинотеатры в торговых центрах закрылись на две недели. Почему постановление губернатора восприняли всерьез не все? Шерсть надо довести до состояния. Пока вот так вот его кладешь, а он бык, отпрыгивает и не остается жемков. Неподшиты новенькие. Сколько параметров должен учитывать мастер, чтобы изготовить одну пару валенок? Стали известны подробности жесткой аварийной посадки транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Толмачево в конце прошлой недели. Сейчас на месте работают специалисты технической комиссии и сотрудники Следственного комитета России. Смотри, 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 что его разворачивается. Руслан, один из самых больших транспортных самолетов в мире, совершал рейс с грузом автозапчастей в Вену. Но буквально через несколько минут после взлета из Новосибирска отказали все электронные системы, системы пилотирования и связь. Внизу миллионный мегаполис, на борту полные баки топлива и 14 человек экипажа. Пилоты приняли решение вернуться в Толмачево и сажать самолет вручную, буквально на глаз. При аварийной посадке не выдержала стойка шасси. Многотонное воздушное судно на 300 метров выкатилось за пределы взлета посадочной полосы. Никто из членов экипажа или наземного персонала аэропорта не пострадал. В настоящее время следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломками от поврежденного двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. Специалисты отмечают, для такой жесткой посадки Ан-124 получил минимальные повреждения, но процедура эвакуации и буксировки воздушного судна скорее всего затянется надолго. Сначала необходимо слить топливо, разгрузить самолет и поднять фюзеляж над землей на домкратах, чтобы не допустить примерзания. В грузовой компании, которой принадлежит Руслан, заявили, на момент вылета лайнер находился в исправном состоянии. Сможет ли самолет вновь подняться в воздух после ремонта корпуса и замены двигателя сейчас выясняет техническая комиссия. А сотрудники Следственного комитета по факту аварийной посадки Ан-124 возбудили уголовное дело. Изъяты детали двигателя, образцы топлива, записи с видеокамер и бортовой журнал. Станислав Блинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Агрария региона достойно завершили минувшую уборочную кампанию, несмотря на то, что из-за неблагоприятных погодных условий в 16 районах области объявляли чрезвычайную ситуацию. Ключевые показатели сельхозпроизводства растут. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году больше 2 миллионов 600 тонн. Удалось сформировать и достойную кормовую базу сена, силоса и сенажа для увеличения поголовья и повышения продуктивности. В молочном и мясном животноводстве заготовили достаточно. Как отметили в областном правительстве, хороший урожай удалось собрать благодаря грамотным действиям аграриев. В Минсельхозе уже составляют планы на будущую посевную. Несмотря на то, что погода в этом году была достаточно тяжелая, в целом год для нас был успешный. Показатели мы не уронили. Новосибирская область по-прежнему не только себя полностью обеспечивает основными видами сельхозпродукции, но и значительные объемы вывозят в другие регионы, за пределы нашей страны, таким образом зарабатывая средства для дальнейшего развития нашего агропромышленного комплекса. Выписывать пациентов с коронавирусом будут после получения одного отрицательного анализа вместо двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Тем временем в Новосибирской области с сегодняшнего дня на две недели прекратили работу кинотеатры и фудкорты, расположенные в торговых центрах. Это обусловлено постановлением региональных властей, вынужденных предпринимать меры для профилактики распространения коронавируса. Как на деле исполняет это решение, выяснял Дмитрий Белькевич. Четвертый этаж популярного и крупного торгового центра в Левобережной части Новосибирска. Здесь располагаются разные кафе, которые предлагают различные блюда на вынос. Все потому, что фудкорт отныне здесь не работает. В течение двух недель ни одного столика на этой площади вы не увидите. И о том, что они здесь когда-то стояли, ничего не напоминает. Все тщательно вымыто и убрано. Причина тому введенной в регионе ограничения. Но заказать питание здесь по-прежнему возможно. Изменился только формат работы. Так в торговом центре решили убить двух зайцев сразу. И бизнесу какая-то выручка, и посетители без масок не будут толпиться на ограниченном пространстве. Однако, как это следует из постановления регионального правительства, незаконно. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить или ограничить деятельность в области оказания услуг общественного питания с использованием фудкортов в торгово-развлекательных центрах. Приостановление не распространяется на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке заказов, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций. Иными словами, работать на вынос можно только в случае, если покупателю в торговый центр заходить не придется. Но некоторые предприниматели и вовсе проигнорировали постановление. Ярким примером тому, что для предпринимателей важнее, здоровье посетителей и выручка является работа одной из кофейн, которая расположена в торговом центре Новосибирска на Левом берегу. Никаких запрещающих аншлагов или ленточек, закрывающих проход или ограничивающих возможность посидеть за столиками нет. А как рассказали нам сами работницы кафе, здесь можно также заказать кофе на вынос или посидеть и перекусить прямо здесь. Мы пока сами толком ничего не знаем. У нас полное обслуживание, поймите. Мы работаем в полном режиме. В полном режиме что это под собой подразумевает? Посуда, все, обслуживание полное. То есть мы никак не переходим на другой формат обслуживания. Тем временем глава региона поручил проконтролировать соблюдение дополнительных ограничений для противодействия коронавирусу. Задачу он поставил перед профильными министерствами и областным управлением Роспотребнадзора. Также в Новосибирской области продолжается контроль за масочным режимом в общественном транспорте и объектах торговли. А это значит, что расслабляться не стоит как гражданам, так и бизнесу. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новости ОТС. После первых снегопадов на уборку региональных и межмуниципальных трасс направили больше 800 единиц техники. В первую очередь от снега очищают маршруты движения школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок. Предписания по готовности к обильному выпадению осадков были выданы заблаговременно. На особом контроле качества работ практически все снегоуборочные машины оборудованы системой ГЛОНАСС. Обязательно применяется система видеофиксации работ подрядных организаций. В случае сильных снегопадов на уборку готовы выйти еще более 400 единиц техники. Достаточно запасов и песко-соляной смеси, и реагентов. Новосибирские врачи рассказали, как вовремя выбить у себя симптомы сахарного диабета. Только в России зарегистрировано более 10 миллионов человек с этим недугом. Первые признаки диабета – повышенная утомляемость, постоянная жажда и сухость во рту, резкая потеря либо набор веса, а также боли в желудке. Однако поставить точный диагноз может только врач-эндокринолог. Поэтому при появлении симптомов медики рекомендуют как можно скорее обращаться в поликлинику. Вовремя принятые меры позволяют человеку минимизировать негативные последствия от болезни. В городе Новосибирске в настоящее время проживает около 98 тысяч больных с сахарным диабетом. В основном это второй тип диабета, больше 90 тысяч. Это тот диабет, который возникает, связан с наследственностью, ожирением, малоподвижным образом жизни, соответственно. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Музыка нам неизвестна. Мы пытались найти, не сохранилась ни в воспоминаниях. Поэтому мы написали новую музыку именно на эти же стихи. Это фасад нашего здания. На первом этаже располагается музей Зайцовка. Мне, как министру, очень важно, что мы построим такую целую систему работы со словом. Мир на кончиках пальцев. В музее Зайцовского района появился альбом для слабовидящих и незрячих людей. С его помощью будут проводить экскурсии инвалидам по зрению. Что это за альбомы и как их изготавливают, выясняла Екатерина Стывко. Это фасад нашего здания. На первом этаже располагается музей Зайцовка. Старт экскурсии с обзора здания. Все на схеме. Большие арочные окна, точный план помещений. Для Надежды Корнеевой информация важная. Не видит уже больше 10 лет. Рельефные рисунки помогают понять, как было устроено здание. Можно и потрогать, и почитать. И в то же время услышать какие-то отступления интересные. Альбом – дополнение к классической экскурсии. В нем история главных достопримечательностей района. На этой фотографии старейшее медицинское учреждение Новосибирска. Первая городская больница. Ее построили в 1930-м в стиле конструктивизм. Чтобы слабовидящие или незрячие люди смогли оценить масштабность, в альбоме – схема фасада здания. Причем выпуклая, то есть ее можно тактильно изучить. А на обратной стороне шрифт Брайля с историей создания. Дизайн и содержание – заслуга сотрудников музея Зайцовка. А реализовали проект в областной библиотеке для инвалидов по зрению. В их коллекции десятки разных альбомов. Изготавливают для музеев по всей стране. Рельефообразующая бумага, внутри которой находятся микрокапсулы под действием температуры. Черный цвет становится рельефным. Сейчас готовят новый альбом. Посвящен Великой Отечественной войне. Медали, воспоминания ветеранов. Текст выбивают с помощью специального принтера. Мы получили Брайль. Текст дублирует. Брайльевский текст дублирует крупную букву. Это единственная библиотека в регионе, где печатают альбомы. Читателей здесь много. Около шести с половиной тысяч. Для слабовидящих и незрячих очень важны тактильные ощущения. Изучать прикладное искусство тоже стало проще. У нас есть городецкая роспись, есть центральная часть. И мы, вот эту центральную часть, как будто она вдруг стала рельефной. Мы сначала говорим, первый этап показываем, базовый. А затем, шаг за шагом, мы показываем, как возникает этот узор. В интерактивной библиотеке тактильные экспонаты буквально на каждом шагу. В образовательных программах используют макеты, зданий, церквей и памятников архитектуры, чтобы слабовидящие люди могли представить объекты максимально детально. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС. В Новосибирске появился пимокатный двор. Открыл его умелец, который больше десятка лет делает обувь из шерсти. Причем без каких-либо механизмов. Мой коллега Анатолий Харитонов узнал, сколько времени мастер тратит на одну пару и почему носит повязку на голове. Чтобы пот, лоб глаза не заливал. И когда рукой вытираешь пот, шерсть остается на лбу, шерстинка другая. И начинает о себе давать знать. И постоянно ее начинаешь тереть. Станков нет. В мастерской, что находится в Нижней Ельцовке, Иван Лапин и его ученик Александр Спеглазов используют дедовские технологии. Шерсть уплотняют вручную. Во всей Сибири этим ремеслом владеют лишь 9 человек. Чтобы скатать на совесть одну пару валенок, которые потом будут носиться несколько сезонов, мастер тратит целый день. Интересно, что работает в Мелец вот таким приспособлением. Называется рубель. И весит он 14 килограммов. Заметьте, инструмент кладу, чтобы не поднимать его двумя руками. Положил аккуратненько. Приподнял в треть веса. Ночью проснешься, потому что судорога руки будет выламывать. Шерсть надо довести до состояния. Пока вот так вот его кладешь, а он бык, отпрыгивает и не остается жимков. Иван Лапин овладел редкой профессией в Алтайском крае, в Бийске. Затем стажировался в Новосибирской области у Василия Зайца из села Красный Яр Ордынского района. Жил у него, помогал по хозяйству, смотрел, как трудится мастер. И, конечно, брался за рубель сам. В итоге стал катать не только валенки, но и тапки. Занимается этим уже 12 лет. Изготовил больше 90 тысяч пар. Прежде чем взяться за дело, рассказывает умелец, нужно знать не только размер ноги. Важны 11 параметров, в том числе рост и вес заказчика. Кто будет носить? Или 50 килограмм вес у человека, или 110? Какой плотности сделать? Если 110, я подошву заложу потолще, побольше ее выкатаю. Чтобы они подошли, мне надо знать, стопа средняя, узкая или широкая. Для тех, кто страдает отечностью ног, валенки – отличная обувь. Сибиряк утверждает, шерсть, скатанная вручную, обладает целебными свойствами, улучшает кровообращение. Берешь шерстинку, ее в тепле под микроскопом смотришь, у нее чешуйки отходят. Она как елка, форма елки, если под микроскопом посмотришь. Полугрубая шерсть, осенние стрижки. Мы выйдем на улицу с вами, постоит несколько минут ее, побудет там. Ее же под микроскоп посмотрим, чешуйки как цветок вечером собираются. Если шерсть взять с валенок промышленного производства, этот опыт покажет, что чешуйки там не шевелятся. После обработки рубелем заготовку натягивают на колодку, затем сушат. Сушить нужно при большой температуре, градусов 70-80. Дня два они там стоят. Потом снимаем с колодок, обрезаем их. И дальнейшие там уже расшиваем, обшиваем их. Иван Лапин открыл в Нижней Ельцовке музей, где собрал лучшие работы российских пимокатов. И это не только валенки. Ездил по России, собирал это все в шерстобитке. Рубеля, там очень много колодки, ну где что. И здесь есть уникальная шерстобитка, которая струной бьют. То есть таких мастеров практически уже не осталось. Иван тоже как-то это будет все демонстрировать, показывать ее именно в работе. От производства обуви остаются отходы, но их тоже можно использовать, говорят умельцы. Вот что на сувениры пустить. Вот смотрите, хорошая мышь сидит. Вот уши, вот морда у нее. Крыска даже какая-то, да? Анатолий Харитонов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Ограничения на проведение корпоративов и новогодних шоу-программ в барах и ресторанах ввели в ряде регионов России. Первыми ужесточили меры в столице и Подмосковье, следом в других субъектах центральной части страны и в Сибири. Что ждет новосибирцев и удастся ли поднять бокалы под бой курантов в ресторане, выяснял Дмитрий Белькевич. Пустые столики ресторана и лишь на десятую часть заполненный номерной фонд представитель крупного четырехзвездочного отеля Алексей вспоминает с ужасом. Весной из-за ограничений, связанных с коронавирусом, именно рестораны и гостиничный бизнес оказались в числе наиболее пострадавших отраслей. Но приближающиеся новогодние праздники в нашего собеседника вселяют надежду. Понимаем, что ситуация сложилась достаточно сложная. В принципе, с точки зрения эпидемии, мы понимаем, что большое количество времени люди находились в отрешении, так сказать. После того, как мы вышли из этих рамок, мы понимаем и видим спрос на услуги, именно проведение каких-то банкетных мероприятий, торжеств. И мы надеемся, что все-таки проведение новогодних мероприятий будет очень активно. Сравнивая нынешний сезон с аналогичным периодом прошлого года, представитель отеля утверждает, спрос все равно меньше. Люди боятся неопределенности и наступившей второй волны пандемии. Все-таки надеемся, наш отель гарантирует соблюдение всех норм санитарных, в том числе масочный режим, санитарная обработка, рециркулятор воздуха. Все это присутствует. В номерах также проводят регулярную уборку. Кроме мер безопасности, в отеле предлагают и богатую праздничную программу. Ее пока не нонсируют, но забронировать проживание на сайте уже можно, а позже появится возможность и оплатить банкет в новогоднюю ночь. В том, что он состоится, наш собеседник не сомневается. Пока все ограничения, связанные с COVID-19 в ряде российских регионов, на отеле не распространяются. Так что поднять бокал в полночь 31 декабря клиенты смогут в праздничной атмосфере. К слову о проживании. Отель участвует в госпрограмме туристического кэшбэка. Он действует при онлайн-бронировании проживания от двух суток и стопроцентной оплате картой МИР. Получить по факту 20-процентную скидку за новогодние каникулы можно и в других отелях, например, в гостиничном комплексе в Зайльцовском районе Новосибирска. Правда, в случае, если клиент захочет этой программой воспользоваться, то ценник почему-то выше. А вот на сайте еще одного аналогичного учреждения, несмотря на рекламу кэшбэка, получить возврат части уплаченной суммы за новогодние каникулы не удастся. Почему-то даты с 31 декабря по 1 января исключены из возможностей онлайн-бронирования. С чем это связано, нам не уточнили. О том, что это законно, в правилах туристического кэшбэка ничего не говорится. Дмитрий Белькевич, Константин Менин, Новости ОТС. В эти дни вблизи Новосибирска проходит ремонт газовой магистрали «Новосибирск-Узбасс». От его успеха зависит ни много ни мало надежность газоснабжения сотен тысяч потребителей Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Подробности далее. Ремонт газопровода напоминает военную операцию. Идет круглосуточно, слаженно, в плотном взаимодействии специалистов различных профессий. Устраняем дефекты, которые на трубе образовываются. Это коррозии, вмятины. Тем самым мы прогнозируем и устраняем заранее аварийные ситуации. Две недели потребовалось специалистам новосибирского фериала компании «Газпром Трансгаз Томск», чтобы провести диагностику газовой магистрали поршнями-дефектоскопами. В результате чего были обнаружены дефектные участки. Здесь один из них, чтобы устранить проблему, газопровод планово останавливают, вырезают дефектный участок и заменяют его новым, так называемой катушкой. Работа идет круглосуточно. Здесь управили за сутки. Сварка каждого стыка занимала 3-4 часа и была завершена ночью. Вся эта наша работа направлена на то, чтобы увеличить надежность газоснабжения наших потребителей. В любое время суток и в любое время года газ всегда был у наших потребителей. И они никогда не знали, что такое прекращение подачи газа, тем более в зимний период. Компания эксплуатирует газотранспортные системы в различных регионах страны. От Нижневартовска до Горно-Алтайска и от Омска до Петропавловска-Камчатского. Всего в этом году специалистами предприятия проведено 27 комплексов планово-предупредительных ремонтных работ в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Это основное условие надежной эксплуатации газовых магистралей, а значит и бесперебойного газоснабжения потребителей. Василий Кисик, Антон Мамаев, Новости ОТС. Музыкально-просветительский проект «Сибирь героическая» завершен. Сегодня в камерном зале филармонии прошел финальный концерт. Подробнее расскажет Алексей Кудинов. Начнем с того, что «Сибирь героическая» – это один из самых масштабных проектов, создававшихся в нашей области к юбилею Великой Отечественной. Задействованы в нем более 90 человек. Это в основном студенты Новосибирской консерватории и колледжа имени Мурова. Стартовал проект 16 марта 2020 года. Мы выехали в Маслянино, где нас очень тепло встречали земляки. Потом был вынужденный перерыв на пандемию. Но и после этого с лета, собственно говоря, мы были в Машково, Коченево и Ордынке. Ценность этого проекта в том, что зрителям предлагают не просто концерт из известных песен и стихотворений о войне. «Сибирь героическая» – это личные истории наших земляков. Рассказ о подвигах, переживаниях, надеждах. Первым репетициям предшествовала работа в архивах и музеях. Волонтеры собирали информацию, которая легла в основу концертной программы. Замечательную песню на стихи Бориса Богаткова написал наш преподаватель, заведующий кафедрой теории музыки Андрей Молчанов. Песня, к сожалению, не сохранилась сама музыка со времен войны, потому что эти стихи Богатков написал для того, чтобы вместе со своими сослуживцами они пели ее. С этой песней на устах, по информации, по истории его жизни и смерти, именно с этой песней на устах он погиб. Музыка нам неизвестна. Мы пытались найти, не сохранилось ни в воспоминаниях, ни в... Поэтому мы написали новую музыку именно на эти же стихи. Для программы создавался уникальный видеоряд. В съемках принимали участие как реконструкторы, воспитанники танцевальных студий, так и студенты НГУ, сотрудники Новосибирского интегрального музея Академгородка и многие другие. Им приходилось вживаться в роль героев представления. Добавлю, что официально сегодняшний показ последний. Но, как говорят организаторы проекта, к ним уже обращаются представители, главы районов области, которые просят приехать к ним, сделать подобную же программу и включить туда воспоминания жителей, ветеранов из этих районов. Так что, возможно, Сибирь героическая будет иметь и продолжение уже в следующем году. Алексей Кудинов, Александр Егоров. Новости ОТС. Отбор на Всероссийский чемпионат по чтению вслух впервые проходит в районах нашей области. Эти необычные соревнования родились пять лет назад в Новосибирске, обрели международный статус, но только сейчас добрались до Карасукского и Черепановского районов. Проект стартовал на прошлой неделе. Уже прошли три отборочных тура в Карасукском районе, в Черепановском и в городе Обь. Причем в городе Обь нам удалось его провести в очном режиме. Я, поскольку находился в Новосибирске, туда съездил, и, в общем, там было все прекрасно. В ДК «Крылья Сибири» все проходило. Пока еще было можно. Сейчас уже я чувствую, что, скорее всего, все придется переводить в онлайн. Заявилось 48 площадок. Из них, ну, например, в городе Берцк заявилось 15 площадок. В чемпионате страница 21 участвуют старшеклассники. В этом году они читают тексты разных жанров. Это и произведения о Великой Отечественной, и сочинения поэтов Серебряного века, и отрывки из научно-популярной литературы. Организаторы отмечают, что нон-фикшн современным школьникам дается гораздо легче, чем книги о войне. Отборочный тур чемпионата пройдет во всех районах области и крупных городах. На весну запланирован полуфинал в Берцке и финал областного чемпионата. Лучшие чтецы будут соревноваться со школьниками со всей России. Мне как министру очень важно, что мы выстраиваем такую целую систему работы со словом. Хочу напомнить, у нас работает очень хороший фонд сохранения русского языка, Людмила Монахова, его возглавлячая на общественной палате. Затем мы очень серьезно, уже много лет работаем, когда проводим такой фестиваль «Белое пятно». Все помнят, что он начинался с фантастики, когда-то литературы фантастической. Сейчас он каждый год содержит обязательно площадки для детей и подростков. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 17 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой снег. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Влажность 85%. Температура ночью минус 11-13, днем минус 9-11. В последующие 2 суток будет пасмурно. Временами небольшой снег. Температура воздуха в среду и четверг минус 10-12. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова